Есть в Старой Вичуге памятник архитектуры федерального значения, усадьба Татищева. Дворец в стиле классицизм для генерала-лейтенанта Сергея Татищева построен в 1801 году архитектором Моричели. Состояние памятника плачевное, его не эксплуатируют. Напротив ровесник здания – дом для прислуги общественного деятеля Царской России. В нем сейчас ютится самая большая в области районная школа искусств. И ремонта не было чуть ли не с царских времен. Ирина Владимировна директорствует здесь уже 30 лет. Помещение она и педагоги обжила как могла. Хотя комнаты и не приспособлены для обучения всех 345 воспитанников школы. Педагоги прививают детям чувство цвета, чувство ритма, умение слушать музыку, грамотную музыку, красивую музыку. Умение разобраться, что хорошо, что плохо. Это удается, надо сказать. Условия более чем скромные. Актового зала нет, кабинеты маленькие. Негде проводить крупные мероприятия. Хотя в школу трижды в год приезжают школьники из всех муниципалитетов. В этом кабинете ежедневно идут занятия музыкой. Педагоги стараются следить за модой и вводят новые курсы. Например, обучают игре на синтезаторе. Научить, скажем так, музицировать в принципе можно всех. Только каждого на своем вот уровне. Кто и имеет способности и талант, естественно, он поднимается на более высокую ступень. Кто и имеет способности и талант, в принципе, каждый человек. Не может заниматься музыкой только тот, у кого нет чувства ритма от природы. Вот это единицы. Главная гордость – этот кабинет. Здесь ребята учатся технике лепки. Вичугская школа единственная в области развивает это направление искусства. Учатся даже самые маленькие. Мелкая моторика хорошо развивает. Не говоря уже о чувстве прекрасного. С помощью шаблончиков отрисовали и пытаемся на глиняной пластиночке, на такой, пытаемся сделать глиняный рельеф. Для того, чтобы как бы увековечить это, чтобы это осталось в памяти. Почему на глиняной пластиночке? Потому что рисунки, они портятся, мнутся. А глиняная пластиночка, она практически, если ее оформить хорошо, она живет очень-очень долго. То есть это практически будет такая хорошая-хорошая память. Попасть в школу искусств непросто. Все четыре отделения – музыкальное, хореографическое, художественное и общеэстетическое – забиты. Каждый год конкурс на поступление. Но уж если ребенок сюда попадает, одним направлением он не ограничивается. Скрипкой я занимаюсь. Потом хожу на хор, на фортепиано, на мус-литературу, на сальфеджио. А на художественное я хожу к Сергею Григорьевичу, Вячеславу Юрьевичу. И занимаюсь у Вячеслава Юрьевича рисунком и живописью. Две трети воспитанников уходят из школы с желанием связать свою жизнь с искусством. Почему человек меньше, конечно, не стало. Но иногда звучит вопрос, а зачем? А зачем мне это надо? Или зачем это нужно? И вот пытаемся это слово «зачем» перевести опять в слово «почему». Места мало, даже подсобок нет. На новое помещение Ирина Владимировна даже не рассчитывает. Просит хотя бы пристройку, чтобы детям было где разместиться. Педагоги были бы и рады растить и развивать еще больше детей. Но условия, стесненные, да и перед коллегами из других регионов, стыдно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова